все мы отыграли мы уже едем домой очередной успех но это понятное дело во первых понимаете почему всем всегда все нравится потому что люди изначально приходят счастливые понимаете ну и конечно же так прекрасно как я играю это не может не нравится людям все восторговся amazing там один мужчина ко мне подошел он сам не индус ну такой чуть-чуть наверное такой чуть смешанный и он говорит что он тут местный вот здесь живет в этом городе и он певец и он исполняет именно болливуд songs я говорю так был удивлен какой у тебя большой репертуар болливудский говорит потому что в основном когда мы приглашаем музыкантов типа все пишут болливуд songs ну типа болливуд лист говорит играют три песни и все и болливуд заканчивается у тебя говорит я говорит насчитал 10 у меня их по моему 11 или 12 вот и ему очень понравились мои интерпретации но это конечно заслуга не моя это заслуга реально моего любимого васечки из нижнего новгорода это он не делает эти все каверы он говорит так красиво и ну говорит такие каверы сделаны что просто горит я в восторге так что я сама поражаюсь как я нашла в интернете потому что я уже вам рассказывала что сделать каверы подобрать ну то есть подобрать для скрипки эти индийские песни это очень сложно я так переживала по этой главной песне вот под которую и реально там что там саша вообще происходило с гирляндами я так играла я не смотрела потому что я была очень сосредоточена одевали цветы эти такие друг друга одевали они эти гирлянды типа да на шею жених невесте невеста жениху или кто кому одевал и жених не потом они поменялись опять там долго не одевали раздевали стриптиз для бедных так вот но я потом поговорила с невесте она она тоже говорит я в восторге so beautiful so amazing каби каби это с песня вот это каби каби ну короче все были очень довольны ну как я уже говорила чуть-чуть чуть-чуть по-другому как то это свадьба не было вот этого трона и это уже самая настоящая и индусы а я одну песню играла санамре она такая более пакистанская а индусы с пакистанцами они вообще не очень дружат ну типа знаете как литва с россией типа литва с россией не дружат литовцы там типа на русских гонят но все русские песни и в метелицу ночной клуб давай зажигаю ну типа что-то того так и тут когда я заиграла санамре там тоже все подключены люди теряют зря время ну да так все ко мне подходили говорили что очень супер beautiful amazing своей недружбой да все я смыла то лицо потому что кошмар кстати моя варли система на одной песне сейчас мы уходим на рекламу не новости дмитрий даже хочу рассказать что моя варли система на одной песне под конец песни села не ничего страшного не случилось так там уже конец был но сам факт я поняла что надо все-таки обалдеть думаешь ты вообще валишь только под фонограмм нет раз вы пропал так и ходит скрипки все равно скрипка же электро она когда не подключены она очень тихо не знаю будет видно или нет должно быть видите расстреляли жука а я еще смеюсь говорю ну такая говорю послать по говорю такая но не то что бедненько там конечно всех нарядок растевучие ну что тут небольшой как бы город или тут может три свадьбы сразу или четыре лишь тут они что постоянно женятся так это самое может быть зала не нашли так батя сказал гетсон от меня не волну делаем сегодня я больше не буду тут голову себе морочить нет еще этих слонов кормить позвонил этому там иван али нишман шашми ну да дубайскому сайн у них этот саксик фамилия син короче карт об этом буду бля от зала виду вузами чести какие столовка подойдет суда пицца внутри типа стадион проезжаем огромный блин как жалко вам не показала какой огромный большой большой стадион в общем меня научили как эту штучку цеплять я не знаю вообще показалось или не показалось этой штучкой по-моему не показалось так вот о чем я говорила а в общем я сфотографировалась с невестой с женихом я конечно же спросила но короче они согласны чтобы я их выставила социальные сети так что подожди а как я вставлю фотографию сюда я же на другой телефон снимаю а меня фотография там на и фоне а все нет знаете что вы уже наверно эту фотку увидели на заставке я сделаю как фотка на видосике поезд едет так вот так что увидите фотку на короче кстати прям это сама сегодня меня должна была быть репетиция по призрак оперы но я договорилась с дирижером что я сегодня не приеду потому что у меня выступление он сказал никаких проблем и у нас в фейсбуке есть наша закрытая группа где мы там обмениваем все информации там по тому или иному делу что касается репетиции и один чувак написал он ехал из кадрсфилд недалеко город от лица сколько 25 миль может и короче он написал в фейсбуке что друзья извиниться будем опаздывать потому что едем сейчас на поезде и поезд сейчас остановили так как на наших путях короче где-то там впереди загорелся поезд представляете загорелся и короче будут отдельные видосики просто я не умею так монтировать если честно вы меня простите я не хочу этим заморачиваться мне нравится просто снимать делиться с вами своими какими-то впечатлениями моментами но вот этот весь монтаж монтаж это все не мое так что будет отдельные видосики где я танцую с так что вот такие вот дела в общем будут отдельные видосики посмотрите как индустрия отмечают свои свадьбы как я там красиво тоже выступала вот ну и что покормили нас конечно же предложили даже несколько раз подходили ко мне когда вы захотите пообедать пожалуйста подходите пожалуйста подходите для вас отдельный стол 1 2 3 десерты алкоголя как я говорила конечно же у них нет они не пьют кока-кола стояла соки разные водички вот в общем вот эта мелочь но приятно на английской свадьбе нам даже не предложили стакана воды ну то есть там уже потом когда я отыграла пошла там что там тогда там не было даже по-моему да саша этом сама в наглую взяла бутылку воды не принесли нам там на втором этаже там перебивалась я ее сама принесла просто пошла там митинг рум я просто пошла и взяла эту бутылку воды не видно нас боялись потом все были в костюмах там ну в общем я что хочу сказать что на 3 индийской свадьбе я играю ну эйжин болливуд они все готовы разделить трапезу свой прошу прощения плюс в общем разделить свою трапезу свой свадебный обед а тоже предложили что и они кушли не было какого-то знаете отдельного меню попроще но не все в принципе такое знаете их это вот карри саша не любит мне очень нравится рис такой был вкусный потом были такие а кстати это была вегетарианская свадьба вегетариан ничего не было мясо мясо было соевое бобы в томате были ну вкусно там конечно приготовлено все с их специфическими специями я вот даже не знаю какие там вот даже вывод были в египте там заходишь в магазин специи я все равно не понимаю какое надо что-то покупать мне все не одинаковые если я беру то что-то такое очень попсовое а тут так вот мне саша положил там 1 2 3 какие-то там подливки заливки кусочки мяса какие-то я кушаю и так вкусно ну так вкусно и потом я слышу а с другой стороны другой был пирог не пирог а торты огромные не в этом дело никому там это понятно дело не нужно это 7000 миль там километров так вот я что хочу сказать по поводу еды конечно это понятное дело никому это еда не нужна никто там голода не умирает но очень приятно когда тебе люди с тобой готовы вот порадоваться отобедать вместе так вот я кушала кушала мне так было вкусно вкусно потом слышу фотограф говорит так это вегетарианская свадьба тут все соя и ничего но так мне понравилось надо поинтересоваться как делать соевое типа мясо а я думаю что там курочка это беленькая но и что-то я еще хотела сказать важное что-то я еще хотела сказать подождите а так торты эти были да с одной стороны там где эти мужчины стояли шоколадный такой с клубниками а с другой стороны такой же огромный тоже только белый красивый а меня как фотограф к поменялся честно не ну конечно приятно когда они там уделяют тебе внимание фотографируют но этот китайц проще такое ощущение он пришел только рис и главное понимаете молодожены только зашли должно быть все внимание на них и фотограф должен был заострить внимание на них он там их чуть-чуть пляснул как он подошел ко мне включил миллион нет сначала фоткал 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 там на пальце на руки там везде на лицо на шею там везде потом я отошел думаю слава тебе господи потому что я играю эту песню я реально очень сосредоточена потому что она на слух не сыграешь я ее наизусть не знаю а для меня это было очень важно чтобы была идеально исполнена композиция потому что для людей это можно потом уже там другие там можно и похалтурить нельзя конечно но если что так уже пофигу но люди которые заказали конкретную песню вы понимаете что насколько это для них важно я смотрю он возвращается короче целую кучу этих надел как эти вспышек включил эти вспышки как он начал да мне глаза вот так и вот так вот у меня вот так вот видите вот я сейчас вам вот так вот делаю вот он мне вот так вот делал понимаете я уже блин думаю достал ты меня так вот фотограф подошла массаж очень жарко ну все я как всегда конечно очень счастливая просто кайфую кайфую от этих выступлений мне так нравится мне так прям а потом еще тоже играла с агдиану это знаете это синие синие небо ла 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 в общем она очень такая хорошая ее не она я ее так сделала что не поймешь вообще что это записано но не в ней такие восточные мотивы есть есть на моем другом канале полная запись у меня даже есть еще один канал конкретно алиша вайлан там только мои выступления так что если что переходите оставлю ссылку там больше всяких видосиков где я играю конкретно ой какие собаки вот и что еще хотела сказать так а и я под эту песню ну думаю надо чуть-чуть разбавиться обстановку уже все там поплакали все уже там все гирлянды на деле думаю так надо чуть-чуть это самое ну я начала играть и включила свои леды так всем конечно же было тоже интересно все таки вау 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 очень жарко я уже буду открывать окошко друзья чуть-чуть открою будет шумно очень слушайте я совсем красивая когда у меня подкрашены глаза совсем другой человек я сейчас знаете что решила наверное я буду даже находясь дома подкрашиваться ради любимого мужчины но днем ты дома не важно что ты спишь но ты дома потому что совсем красиво я сейчас стерла полностью от кудру все эти хайлайтеры все эти вот эти полосы отсюда вы и я совсем ничего такая слушать вот что значит даже подчеркнусь глаза вот все таки да не зря же знаете да как коко шанель говорила женщина которая вообще не использует косметики после 30 слишком хорошего о себе мнения вот так вот и все не ну а что мы будем когда приедем домой нужно же свадьбы надо отметить так что все хорошо друзья я очень счастлива так следующие выходные у меня выступление phantom of the opera это в лице все да это все в лице никуда ехать не надо завтра понедельник да что-то я завтра планировала делать ну понятное дело спорт мне уже надо готовиться к июльской свадьбе у меня заказы есть диснеевскую музыку одну сделать потом выучить затурья ну потом выучить канон индии короче работы непочатый край работы работы и работы а еще что надо когда-то вышивать нет не король лев beauty and the beast красавица и чудовище но понимаете да чем ты поехала в фоне а а какой там милый я ничего ты ничего лично и как дальше киданула через плечо слушай так мы сейчас будем по таким по тропинкам ехать но были же знаки что сейчас выедем когда-нибудь хэнекен роут моё ухо вы знаете да это моё фирменное ухо вот оно такое вот большое длинненько саш как у кого моем в этом прием а мне нравится моё ухо я его выставляю я его показываю всем надо свои недостатки превратить в достоинство вот так я такая красивая когда накрашена это не ухоженность недостаток это когда то что ты не можешь изменить вот я ухо не могу изменить это мой недостаток но она у меня очень крутое выключи пожалуйста печку почему жарко в машине нет а почему так жарко в машине у нас камин стоит по машине а саня такой был конкретный вот рубашка такой какая-то да саши камета не рязанов не рязанов ну да такое за кадры ай не могу и что-то еще выдело сказать ну вот вроде как все вот уже выезжаем подъезжаем к трассе по-моему а4-6 тоже будет не обратно пошли потому что мы как ехали туда заплатили 5 фунтов за платную дорогу проехали ровно 10 метров и свернули вот на такую лесную дорожку получилась платная бум объезжать как ты объедешь куда другой какой-нибудь не ну может сделать даже не объедешь так вот со что скажешь так такая красивая как накрашены глаза посмотрите такая красивая я такая красивая когда глаза накрашены надо мне красить глаза все-таки да вы знаете вот как глаза подкрашены как-то отвлекают на себя внимание и как-то я даже эту морщины не замечаю а кстати по поводу вот этой штучки то что девушки и индийские одевают я знаете думаю я купила вы уже везли на фотке я думала надо спросить у людей мало ли что мне продавщица хоть она и добрая женщина но нет я даже у нее почему-то даже не спросила знаете думаю так надо спросить у девушек потому что как раз они там были там где переодевалась ванной комнате ванна там туалет все вместе думаю мало ли что вдруг надо одевать точнее вдруг можно одевать только тогда когда-то мне не знаю восьмерых детей родила там не знаю вышла замуж там отжила с одним и тем же так вот так мне девушки сказали что это вообще ничего не значит вот эта сикнюшка в общем это просто как мне сказали just a fashion вот и все просто для красоты а вот насчет этой точечки вот которую меня отродясь вот этот вот видите который я иногда рву но это у меня даже когда он заживает вот такой есть у меня такой чупок ну вы знаете короче эту точку ставят я думала что после тоже каких-то достижений жизненных нифига знаете как поставят когда ты каждый раз после молитвы ну типа как помазали православие . красную вот видите сколько много интересных вещей я узнаю вот эти красные точки у индусов которые стоят туда я раньше думала что их ставят ну по какому-то достижению вот женился детей родил там еще что-то нифига это после каждой молитвы вот так после службы их как помазали православие то же самое вот так я говорю сколько много я узнаю информации это украшение я же говорю это часто фэшн это вообще ничего не значит это просто красота красота на 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 этот мир придуманим но и правильно вот так что все не могу на себя не смотреться такая красивая накрашена ну ладно шучу я шучу что уже нельзя дуру погнать прям все уже там наверно сидите думаете что а есть осозналась да это же самая дорога сейчас платить короче я тебе черепа жена да это может действовать на это самое но надо я читала что ничего тут не написано только просто тупо чек вот такие вот такое чувство что там был за мной человек у нас еще есть чай такой с медом этот черный который я вам сегодня утром показывала который мне мама подарила мама дари мне больше чаев и я их так люблю всегда каждый раз себя вспоминаю да саша вы любите нет она главная медь выброс такие вкусные даже марат твой заценил саша вас нашу мне не марат ну марат заценил запах а раме заценил вкус так так это платье заходили кстати ну вот мой мой этот наряд если честно он так красивый чуть-чуть он не великоват понятное дело но что я хочу сказать он блин такой некачественный ну то есть материал такая синтетика жопа вся слипается подмышки все липнут здесь везде все липнет то есть он небольшой мне нигде не давит но вся я в нем потерю а когда еще играешь это как фитнес это как заниматься спортом у меня такая прогрессивная глаза саша я не могу на себя насмотреться я да это индийская еда так действует а я думаю чего Саня ничего не кушает а то потом не сможет рулить а смотри только может в одну сторону я не знаю почему-то там стоят не знаю просто видишь полоса барьера разделена сейчас там будет такая же цель ну будет ну что сейчас делать а и чане свое не упустят не 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 упустят это точно тут уже ну что бабок нетерпимость это страна нетерпимости ну что сейчас поделаешь ничего не поделаешь такая жизнь в Германии кстати вообще каждые 50 километров платишь ну я ну я преувеличиваю не 50 конечно но много и уже через 20 минут дома и еще очень много платных дорог в Италии и во Франции насчет Испании и Португалии нет в Португалии по-моему я в Португалии не была было в Испании в Уроке больше в России в Испании а знаете что я вам хотела рассказать блин какое было короче пишет мне чувак в инстаграме мы с ним познакомились он короче у него тоже своя свое агентство в Англии в Лондоне Лондон Манчестер у него несколько филиалов Asian British Music то есть ну тоже как это хотела сказать баллотируется специализируется на Asian свадьбах он мне такой пишет ну типа давай пришли мне свои материалы он там в Фейсбуке одно я ему все прислала показала он все типа доволен и пишет мне недавно типа что вы делаете типа 22 июня и сразу в одной смс все написано что типа есть предложение лететь в Марокко на неделю представляете потому что 23 числа в Марокко кто-то отмечает свадьбу и хотят музыканта именно из Англии представляете ну они сами короче мароккейцы которые живут здесь в Англии едут в свою страну гулять свадьбу я тебя умоляю вот всего боится кому я нужна я тебя умоляю кроме тебя Саня дай лучше мне 8 нет все через агентуру припейдж мипейд так понятно ну дай бусинку а то я какой-то типа дай бусинку позвонил в левый чувак ну нет агентура есть хочешь в Марокко поехать Саша есть есть официальная страничка все дела этот wantcode UK там registered company все дела а то я уже третий раз просто прошу и типа ты меня отвергаешь давай бусинку у тебя глаза красивые о да все одно так вот такой мне пишет типа мароккицы гуляют свадьбу своих хотят музыкантов из Англии туда-сюда 23 июня свадьба нет у меня что не складывается Марокко это не очень богатая страна это раз так нету там этих музыкантов ну так же как и литовцы все иммигранты в бедных странах есть все посмотри Мексики там столько украшек ну не обязательно может они хотят тоже понимаешь как если эти люди мароккицы живут уже здесь от Родиас как говорится еще и к родителям они такие же уже англичане у которых все должно быть по правилам и все через свою агентуру с гарантиями понимаешь вот еще как может быть и вполне возможно надо их проверить скажи еще мужу вот ты мне не даешь рассказать не надо проверить баланс скажи еще мужу возьму если они меня возьмут тогда точно все нормально нет так это понятное дело с менеджером ну то есть я много кому говорю что сами менеджеры все тогда в Марокко полежу так слушайте дальше типа 23 числа свадьба 22 вылет и потом еще неделю ну типа там быть может типа в течение этой недели они еще захотят типа там на каком-то ужине поиграть вот сюда через неделю возврат ну типа возвращаешься вот все проживание билеты все блин а у меня 22 мы едем в Эдинбург понимаете на два дня тоже и это выступление в Эдинбург у меня уже заказано аж когда-то там с октября прошлого года да и вот что касается что он говорит я типа как менеджер так вот мы поедем в Эдинбург я заказала себе там ночевку обязательно и тоже обязательно ночевку для водителя и менеджера приехать это будет так вот так что такой облом получился мне в Марокко могли сгонять бесплатно представляете вообще просто газ мегабайт но я знаю это еще будет некогда туалет еще будет саня давай сюда смотри 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 в эмине а я была в эмине офигенно круто вот 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 англичане мы не англичане я не англичане саня саня ну когда ты побреешься я не вообще не понимаю саня я тебя сама лично побрею блин знаете у меня бритва закончилась так что все рассказала вам все свои обломы но ничего я не переживаю я думаю что в эдинбурге тоже будет очень интересно мы потом отыграем потом днем пойдем гулять по эдинбургу может даже сгоняем глаз ай кому нужны эти шмотки саша мы вообще вот кстати я вообще не шмоточница вот вообще вот у меня есть один костюмчик мне пупсик подарил есть там какие-то там несколько вещей все я вот вообще я вся в мам боже как долго был какой-то чуть-чуть такой у меня в жизни так что я хотела там покупала эти шмотки там не знаю ну типа но я это все переросла вообще вот вообще если мне дадите кучу денег я лучше потрачу их на другие путешествия книги купила бы себе еще одну скрипку такую прозрачную хочу я может даже посмотрю как все будет может даже закажу на алиэкспресс там 100 фунтов она стоит скрипку такую прозрачную хочу заказать не надо ну тебе не надо мне надо я понимаю что тебе не надо мне надо но это когда будут конкретно лишние 100 фунтов пока их к сожалению нет вот но когда будут я куплю так вот что бы я еще я бы еще нет вот если честно если бы у меня было много-много денег знаете что бы я сделала прозрачный свечок прозрачный свечок так это понятно вот я бы открыла бы приют для котов только не думайте что я сейчас пытаюсь это подавить на жалости что вы посмотрели мой видосик и сказали бы ой какая Олеся хорошая я так люблю котов не представляете я их просто обожаю не такие хорошие люди я не могу так вот так же что не думайте что я пытаюсь чтобы вы думали что я очень хорошая я вообще очень вредный человек вредный 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 человек но я так люблю котов что если бы у меня были бы лишние большие деньги так вот так что да это моя конечно одна из мечт другая мечта жить у моря как я уже говорил это не обязательно теплые края это могут быть может быть даже полярное море например ну все тут даже людей нету прикинь прикинь просто платишь и все так вейкл класс 1 вейкл класс 2 ну какой у меня вейкл класс 2 у нас вот смотри класс 2 у нас да 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 я даже посмотрела на эти таблички так сейчас уже сатады и санды да типа с 6 до 24 10 надо карту свою подчеркнуть подождем угу сейчас что за бред у них здесь с этими дорогами я не понял ну так это везде что ты так удивляешься просто вами мы реально сталкиваемся первый раз да Саша мы же много где прокатались уже слушай так плотим за дороги каждый месяц и что тут класс а у нас сразу же все тут просканировал ты поняла так прикинь вообще слушай какие они крутые да тут уже короче не на и что у тебя класс 1 типа мопед за 2 фунта уже не проедешь тут уже конкретно конкретно а что делать подожди я уже приложил уже карточку ну так еще нет приложил где слот а вот сюда нужно вставить что ли да видишь apple pay просто вот так и уставляться все поехали тебе сняли прикинь даже не пин кода ничего не надо водить я вам базарю а почему сделано что типа ты можешь варлис платить но ты не можешь ну типа не видно твои два раза мне звонить кто тебя не снял два раза не переживай так что все мои друзья 4 пива 4 пива а мы что возьмем пивасика или что я пина не хочу саши ну что он курвазир атрибуты ну не слушайте его но хотя курвазирчик между прочим я люблю я уже жду я уже жду когда мы купим мангал и будем жарить шашлыки прикиньте как вкусно в этом магазине в вильнюсе ну не вильнюсе в стране в городе а магазин под названием вильнюс есть очень вкусные куриные шашлычки такие вкусные вкусные покупаешь они сами там на месте маринуют у них есть какой-то свой секрет что реально вкусно сашите шашлыки у них а также в этом магазине есть пекарни они пекут такой черный хлеб тоже вкусный и все когда приходят а то это донос ну типа донос и равно типа а есть у вас хлеб ну то есть хлеб есть такой из фабриков а вот все все равно хотят этот их хлеб ира 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 к тебе ну вот и все я с вами тут на королеве 35 минут представляете вы со мной пол дороги уже едете представляете платишь за дороги это единственное где вообще мы много везде катаемся вон ночь модом за подклад за дороги ничего не изменилось она такая не очень хорошая не очень широкая просто вообще простая дорога я понимаю что это в польшу ты ходишь за дорогу так ты выезжаешь шесть полос и просто несешь ну да да кстати там в польшу да за что здесь собирают бабки я не помню даже деревья не пострижут да это есть ну мы ничего не можем тут изменить понимаешь ну что ты сейчас это как папка стара бу 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 Я все равно счастливейший человек, потому что я такая красотка. Вчера говорили, короче, с моей подружкой, я уже вам рассказывала, наверное, да, утром что-то рассказывала. Ой, как-то так поговорили, что так быстро жизнь пролетает. Не знаю, даже не знаю. Но вот, вы знаете, когда я ушла с этой работы сумасшедшей и занялась тем, чем я хочу заниматься, чем, наверное, все время хотела заниматься, мне как-то не страшно уже, что жизнь проходит. Ну, понятное дело, там детей нет, но они или будут, или не будут. А то мне все там пишут постоянно, вам деток, вам деток. Ну, если их нет, я уже с вами так поговорю, значит, на то я свои причины. Вот будут-будут, не будут-не будут, не все же люди живут с детьми. Поэтому иногда я считаю, что надо находить даже... Сразу взрослого ребенка и все. Нет, не взрослого, ну просто, что принять это как есть, вот и все. Может, есть какие-то причины, не зависящие от нас, может, нам вот сверху не хочет, боженька, посылать, понимаете? Ну, тут точно такой философский разговор, инстаграмм не обойтись, как говорится. Вот так. Так что... Так вот, я что хочу сказать о том, что жизнь протекает. Я когда сейчас вот начала играть, занимаюсь тем, от чего я просто кайфую нереально. Конечно, есть чуть-чуть такое, что, типа, хотелось бы больше этих заказов, потому... Не то, что больше. Было бы больше, хотелось бы еще больше, это понятно. Просто нету этой вот стабильности. Вот идеально было бы с кем-то подписать какой-то контракт, и что, типа, они мне дают стабильно хотя бы одно выступление в неделю, как минимум, но стабильно, чтобы я знала. Потому что я, по сути, такой человек, очень такой организованный, мне все должно быть по полочкам. Хотя дома такой бардак у нас всегда. У меня в голове порядок, а вот вокруг меня все в бардаке. Так скачут мысли у меня, столько много всего хочу вам рассказать, наверное, это надо делать отдельное видео. Вообще, у меня в планах, я не знаю, хотите ли вы, не хотите, сделать прямой эфир. Вот там я вам отвечу на все вопросы, дети, карьера, не дети, хотя уж тут, наверное, ответила. Прямой эфир с президентом. Владимир Владимирович Пукин! Нет, мы за дружбу. Мы за дружбу, у нас есть прикольные дома кружки, о которых нарисовывают фотографии Путина, Трампа и Меркель. И там Путин, типа, такой, what's up, Трамп? It's ok, Путин. Он, типа, такой, да? Оказывается, Меркель это Марина, а Трамп это Толик. Трамп это Толик? Толя, блядь, Толя, блядь! А, ну это, да, который кот, видели в фейсбуке, где кот? Что он там делает, такой сфикс, по-моему, да, Саша? Да, он за торт охватился. А, и за торт охватился, хотел сожрать торт, там ему хозяйка. Нет, мама мне запретила ругаться матом на людей. Вот ты скажи, как там? Там кот охватил торт, такой, типа, это самое, и такой держит его. Он маленький, вот такой, наверное. Вот такой кот. Кушай большой. Торт большой, кот маленький. Ну, большой кусок, типа, 4 порции, наверное, сразу он такой загреб. И вся морда в торте у него, он вес сам уже в торте. И у тебя, девчонка, то ли, блядь, то ли, блядь, тащит, а он не отдает, зажал этот торт. Ну, это коты, потому что самые лучшие люди на планете. Я их так люблю, так люблю, так люблю, так люблю. Так что пишите, хотели бы вы прямой эфир или не хотели бы, мы с вами можем, сможем поболтать. Все, мои дорогие, 39 минут, это очень много, мои любимые люди. Вот 45, как печурка должна отработать, пожалуйста. Спешатший человек, я не могу. Два академических часа. Это два сета по 45. Академический час, знаете, да, это 45 минут. Ну, конечно, знаете. Предлагаю, любовь, за деньги, два академических часа. По цене одного. Дешево очень. Знаешь что, Саша, я уже хочу попить чайку. У нас есть чай, вкусный. Так, прикольно с вами звездеть. Вы заметили уже, которое видео я вообще не ругаю смазывать? Хотя у меня прям так и крутится на языке, что-нибудь так ляпнуть, сказануть так смачно. Так, прикольно с вами, говорит, разговаривать, а на вас все молчите. Никто не перебивает. Нет, вот я если пойду в прямой эфир, там смогут мне вопросы люди задавать, понимаешь? Я пойду в эту самую передачу «Время накажет». «Время накажет». Ой, не могу. Так прикольно боржать. А где логика? А где логика? Вы мне можете сказать, вот где моя, вот прям, кстати, твой вопрос. Где моя логика, что я не взяла резинку для волос? Я терпеть не могу распущенные волосы. Мне неудобно, мне везде бэ. И почему я хотела, не забрала, я не знаю. Взяла травы, пропала, я завязала. Сейчас про Руссоляра будет фунт 52, где мы когда приехали, была фунт 10. Так что мы тут живем, я говорю, 35 месяцев. И то, а я вообще в ней не живу, я больше летаю в Литву, чем еду, что-то делаю. Вон человек едет, видите, машинка. Говорится, натворил и уехал, натворил и уехал. Так, был фунт 8, дизель, и фунт 10 был, нет, был фунт 8 бензин, и фунт 10, 11 был дизель. А что, дизель дороже, чем бензин всегда? Всегда, на пару копеек высоте. А почему? Ну, типа он меньше кушает туда-сюда, но англичане все продумывают. Ну да, а в нашей стране, в Литве как? Ну, у нас тоже самое. А в России напишите, как, какое, что дороже? В России еще он должен быть бесплатный. А что дороже, бензин напишите или дизель? Дизель. Самая огромная страна сырьевая для своего народа зажали, блин. В Дубае, вот, все бесплатно катались, катались. Я не хотела это показать, просто нос так зажала, прошу прощения. Так, а сейчас, получается, 30-40 копеек, так это стерликов, стерликов? Охрена. Ну то есть фунт 10, а сейчас фунт 45, фунт 50. Ну хорошо, 40 фишек это примерно 60 евроцентов, ну вот так вот. 60 центов, с какого перепута? Саша, моих девочек, которые меня смотрят, это вообще не касается. Ну то есть им это не интересно. Они тоже водители. А вам интересно вот, что он говорит по поводу подорожания бензина и дизеля? Вот скажите что ли? Нет, это, знаете, в чем смысл? В чем глубокий смысл? То, что я сделал людям облегчение. Не только у них дорожает. Ааа, вам, вам легче будет от этого, что у нас тоже хреново. Ну не то, что хреново, у англичане тоже все дорожает, они в таком же лохотроне, как и Силь. Гатя, Гатя, Гатя хреново. Все, мы не будем на негативе заканчивать. Я вас люблю. Пишите, хотите прямой эфир или не хотите со мной. И тогда под прямой эфир будем пить вино. Но с одним условием, я буду с вином, но и вы будете с вином. Ну как будто мы встретимся на посиделке, как будто пойдем в кафе. Ну типа того. Потому что мне в Англии не иском здесь в кафе пойти. Виталий, она за пятьсот километров. А в лице меня вообще ни одной подружки нету. Вообще. Ну там есть одна знакомая, так она живет в Селби, но у нее маленький ребенок. Другая знакомая, которую мы с Солем всегда отвозим, она всегда работает. Ну то есть это тоже Вейкфилд. А кто еще есть? Есть еще кто-нибудь, Саша? Ну это как-то Ингриды никакой. Как же у Виргинии. А, ну Виргиния у нее тоже ребенок, ну с которой мы вот собираемся все никак не встретимся отрепетировать. Ну тоже понимаешь, ну не знаю, тоже, ну. Она тоже живет в другом городе, начнем с этого. Во-вторых, у нее маленький ребенок, она одна, без мужа живет. У нее проблема тоже, кому этого ребенка оставить. Мне просто проще с моими девушками, которые меня знают. Не бывает, но он в зале оставляет. Ну не бывает. Которые меня любят, мы встретимся, возьмем белое или красное винишко. Можно шампусик. Посмотрите, как на паровозике посмотрели, но он пока подходит это самое. В салок высоты. А что делать? Я возьму тогда винишко и возьму кальян. Кстати, надо табак купить. Что закупать? Я бы детей оставлял бы, если бы был занятым и там не мог. Просто в детский мир завел и все. Ты говоришь, что в семь часов здесь пришел. А это в Англии не проходит. Все. Саш, дай пузьку моим девочкам. Ну дай, не только что ты тебя пузьку. Ну дай, вот так все. Ну как бы жирно. Жирные губы меня целуют. Жирные губы любят тебя. Все. 45 минут. Равно 7 секунд. Отработало. Уходим на рекламу. Выходим на брейк, перерыв Звонок Все